Дауман, 100 рублей. Озвучьте свой позиции насчет антисиентизма по очереди. Почему нельзя переносить научные принципы и критерии на другие учения? Ну, давай ты первый. Ну, в принципе, да. Потому что я антисиентист, видимо, поэтому... Ну, как антисиентист? Ну, я, в принципе, не вполне доверяю научным выводам. Я это считаю нормально. Следуя за Фейробендом во многом, во многом за скептиками. Ну, в принципе, понятно, что наука не дает итоговые ответы, наверное, на все вопросы. Ну, непонятно, какие вопросы она дает, ответы на какие не дает, где, в общем-то, ученые ошибаются, где не ошибаются. Порой мы узнаем, когда они ошибаются, когда они сами это признают. А порой, видимо, не узнаем. Ну, то есть, доверять ученым просто так, это, конечно, очень выгодно, очень интересно. Ну, там, очень даже так... Это удобно, это просто удобно, что у нас есть какой-то источник информации, на который можно точно понадеяться. Но если уж совсем по-честному, ну, наверное, полностью на ученых надеяться, ну, не стоит. Особенно, если разделять науку, там, на теорию, практику. Вот с практикой все нормально, а вот с теорией уже посложнее начинается, например, в разборах разных. Сейчас, в принципе, много причин так или иначе сомневаться в науке. Сейчас я пытаюсь материалы какие-то свои еще найти. Ну, Фейрабинт не антисиентист. А, согласен с этим, но его выводы можно использовать для антисиентизма. Он, в принципе, хочет, хотел сделать анархическую науку, действительно. Хотя он, в принципе, критиковал практически... Не сделать анархическую науку. Его позиция в том, что в науке, то есть, это дескриптивное утверждение, не прескриптивное, что в науке нет просто метода уже. То есть, дело не в том, что ее убрать и ввести какой-то эпистемологический анархизм, а он уже the case, он уже является неким фактом, этот эпистемологический анархизм. На самом деле, там было все тоже немножко сложнее, ввиду того, что он, в принципе, современную науку оспаривал в том виде, в котором она была. То есть, он рассматривал древнюю науку, и там было как раз вот уже много разных позиций, и там действительно был такой анархизм. А сейчас, ближе к его современности, как раз начали складываться определенные положения, позиции, которые, в принципе, противоречили анархизму. Ну, это уже про отделение науки от государства, скорее. В том числе. Ну, относительно вообще, в принципе, науки, на каких вообще оснований в ней можно сомневаться? Можно взять несколько групп там философских оснований, антологические и метафизические причины приводить. Если есть метафизика, а наука метафизики не касается, то проблема становится значительно сложнее. Многие ученые, например, в современности сейчас тяготиют к тому, чтобы просто вот изолировать все метафизические темы, вопросы, все философские вопросы от науки. Хотя эти вопросы, в принципе, важны. И хотят создать тупо естественный мир, тупо естественный мир, в котором все работает по определенным законам. Это, в принципе, тоже очень удобно. Это тоже своеобразная философия. Нужно много всего учитывать. Медатологические группы причин сомневаться в науке. Нужно разбирать методы. Можно ли применять математику на реальном мире? И дает ли это не только практические, но и как бы теоретические результаты? Можно ли реально описывать что-то математикой? Релевантно ли вообще это? То же самое с эмпирическим опытом. Релевантно, не релевантно. Надо тоже думать, рассуждать, смотреть, в каком смысле это релевантно. И так далее, так далее, так далее. Антропологическая группа причин, ну, людям, в принципе, свойственно заблуждаться. Может быть, мы физиологически не можем познать мир. Может быть, психологически не можем познать мир, потому что есть еще психологическая группа причин, с помощью которых мы можем сомневаться в науке. Ну, то есть, если мы применим результаты психологической науки против самой науки, ну, окажется, что всем ученым свойственны, ну, не знаю, сейчас очень модная тема когнитивных искажений, например. Всем ученым, получается, тоже свойственны когнитивные искажения. Этическая группа причин, она тоже как бы такая интересная. Не всякий ученый будет этически честен, и об этом даже Альберт Эйнштейн, кстати, писал, что многие люди идут в науку, ну, буквально, чтобы потешить свое самомнение. Некоторые люди могут, в принципе, в общем-то, даже ложные результаты исследований выдавать за истинные, их вряд ли кто-то упрекнет и вообще обнаружит, что там, в общем-то, что-то было неправильно. По ряду непосредствия до каких-то положений. То есть, мало статей, которые реально проверяются. Вот в чем проблема. Ну, то есть, кризис, как это называется сейчас, тоже проблема в науке существует, кризис проверяемости. Да, кризис воспроизведения. Так, ну, социальная группа причин, опять же, берем, не знаю, социологическую критику, теорию коллективов какие-нибудь. Научный коллектив — это коллектив, определенно. И все слабости коллектива так или иначе переходят тоже на науку. Тоже можем по этому сомневаться. Виктор Вахштайн, например, ну, в этом смысле тоже современных русских социологов такой интересный. Ну, интересные вещи говорит. Именно вот по этому аспекту, по этому аспекту критики. Политическая группа причин тоже так же, возможно, Фуко отчасти это тоже раскрывает. Эстетическая группа причин, ну, например, в науке есть определенные методы. Ну, не методы, так скажем, основоположения, принципы, ну, например, Бритва Акама, которые работают во многом по эстетическому принципу. То есть, что нам, что короче, что меньше, то, в общем-то, в принципе, нужно использовать. Такс, групп причин на самом деле очень много. Очень невероятно большое количество, и с ними можно очень долго работать и рассуждать. Я считаю, что антисайентизм может быть вполне не обоснован, и при этом не строится ни на какой религии. Ну, как и так. Ну, а тебе не кажется, что большая часть этих критика неприменима, в принципе, к любому роду деятельности? Меня это устраивает. Мне это, в принципе, устраивает. Ну, моя проблема с антисайентизмом, равно как и с циентизмом, со с циентизмом, прежде всего, в том, что наука выделяется как какое-то явление, которое достаточно четко отделено, так скажем, от остального мира. То есть, есть наука, есть остальные всякие дисциплины, в то время как даже кафедры в университетах, они только не так поделены. То есть, нет факультета науки, факультета гуманитарной дисциплины, так не бывает. То есть, есть... Есть всякие науки, которые принято называть науками, но которые не находятся на каких-нибудь естественно-научных кафедрах и так далее. То есть, есть там, я не знаю, социология, там, лингвистика, еще что-нибудь в этом роде, которые на факультете какой-нибудь словесности находятся, но вот там при этом на кафедре чего-нибудь вроде там лингвистики и так далее. При этом претензия на научности там и там гигантская, ну и применение математического аппарата, в принципе, тоже, ну и так далее и тому подобное. То есть, просто на мой взгляд, наука это реифицированное понятие. Оно бессодержательное само по себе. Это когда расплывчатая, реификация, это когда расплывчатое понятие выдается за конкретное. Ну, это как со словом философия. Философия тоже, да. То есть, когда люди используют слово, но особо непонятно, что оно значит. Но тут проблема уже заключается в том, что, в принципе, есть определенная группа людей, которых мы называем учеными, есть институты, которые, в принципе, как-то так или иначе причисляются к науке. Ну, то есть, разные широты здесь можно брать. А можно назвать наукой, ну, например, не знаю, философию Фалеса. Это еще шире, если можно. Ну, это уже когда мы вообще не пытаемся ничего определить, когда просто наука практически всем может оказаться. Ну, да. Но я немного против тоже проецирования на античную философию и на мифологию. Согласен. Согласен претензии на научность. Античная натурфилософия – это не примитивная наука. Мифология – это не примитивная наука. В основном претензия, конечно, к вопросу мифологии. У меня, прежде всего, часто говорят, что древняя мифология – это примитивная наука. Вот это точно не так. То есть, если с натурфилософией можно как-то... Горят, упал. Сейчас проверю. Да вроде нет, вроде не упал. Значит, если про древнюю натурфилософию еще можно сказать примерно, что это в каком-то роде примитивная наука, то про мифологию точно нет.